Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио «Народная волна»» на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Вот только что открыл YouTube-канал. Посмотри, что там у нас происходит. У тебя с этим YouTube-каналом. Не знаю, что там у нас происходит. Но я хочу просто посмотреть, кто у нас там. Есть наши постоянные слушатели, нет наших постоянных слушателей. Это интересно. Знаешь, людей уже начинаешь узнавать по этим паникам, по их поведению. И как-то всегда приятно, когда видишь старых знакомых. Привет, друзья. Все здесь. Надеюсь, так. Почти все. Не все еще. Надеюсь, что подключатся. Петр Валевский с нами. Самое главное. Да, вот сейчас посмотри. Но еще не видел. Увижу. Баба Дуся там все-все людьми. А, ну все, слава богу. Все-все. Эстония с нами. Это я тоже знаю. Так что все в порядке. Окей. Ну и все. Всем привет. Всем здорово. Значит, настроение у всех слегка придавленное, пришибленное. Я, кстати, сейчас слушал, в Пенсильвании проходили слушания в Сенате, в местном. Да. В Джулиане выступал советник президента по... Как ее зовут? Элис? Элис? Элис. Ну и юридический советник. Молодая женщина. Окей. А выступали... Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Но видел. Выступали свидетели всевозможные, всякие разные. И вот сейчас, пока я бежал в свои офисы, там, последний выступающий, говорит, вообще, я поражен, ну, тоже, видать, сенатор из Пенсильвании, говорит, я поражен, что мы это все должны вот здесь слушать. Я понимаю, если бы это было где-то в Белоруссии, по поводу выборов Лукашенко, американец, сенатор. Ну, естественно. А то, говорит, мы здесь в Пенсильвании, должны, так сказать, разбираться, какая хрень здесь происходит. Просто уму непостижимо. Кстати, можно я зачитаю быстренько последнюю новость, которую я нашел по Пенсильвании? Ну, несмотря... Мы вернемся еще к слушаниям. Значит, 25 ноября судья Пенсильвании приказала... Судья Патриция Маккалоу приказала штату не предпринимать никаких дальнейших шагов для завершения сертификации президентской гонки, о которой штат объявил 24 ноября. Она также заблокировала подтверждение всех остальных результатов выборов. В той мере, в какой еще остаются какие-либо дальнейшие действия по совершенствованию удостоверения результатов всеобщих выборов 2020 года, на должности президента и вице-президента Соединенных Штатов Америки, респондентам предварительно предписывается не делать этого в ожидании слушания под доказательством, которое состоится в пятницу, написала судья в своем постановлении. То есть, в пятницу в суде будет слушаться дело. Ну, ты понимаешь, интересная вещь в чем? Значит, вот с этим президент Илак, да, с тем, что средства массовой информации быстренько сделали так, что он у нас уже чуть ли не президент, абсолютно не дожидаясь голосования электората, да. Интересная вещь. Значит, на всех каналах я вот специально прошелся за последние три дня, я прошелся по всем каналам. Там ABC, CBS, NBC, CNN, в общем, сами понимаете. По всем, вот мне было просто интересно. Леймстрим-мидиа. Да. Значит, выступают два представителя. Один представитель республиканцев, один представитель демократов. И республиканцев, который говорит, вот мы нашли вот такие-то моменты неправильно, ну не то, нелегально, тут же идет вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот назовите конкретно хотя бы, ну, три-четыре момента, которые вы считаете, что произошли не так. Теперь выступает демократ. И демократ говорит, вот, я вообще не понимаю, о чем они говорят, я не понимаю. Все, что я вижу, они нарушают законы. Президент Трамп и его выборная кампания нарушают законы тем, что они не дают там что-то, что-то, что-то. И ни одного вопроса. Скажите, пожалуйста, назовите конкретно, какой закон они нарушают. Ни одного вопроса. Ну, то есть, на самом деле, как бы это не новость, мы все знаем, что вся мидия, все проститутки, средства массовой информации куплены с потрохами. Ну да. И отстаивают интересы демократической партии. Ну, ты понимаешь, это называется пропаганда. Это одно дело это знать, а другое дело, когда открыто заявляет, это уже не мидия, это заявляет представитель республиканской, демократической партии, что Трамп нарушает законы, и никто у него не спрашивает, а какие вот конкретно, покажите. Ну, поэтому и приглашают тех, которые, послушай. Ну, вот это то, что мы сегодня имеем. В Туме, сенатор из Пенсильвании, который тоже сказал, все нормально, все проверили, все здорово, все, никаких дел. Я смотрел, слушал интервью. Это вообще позор. Он, Кристи, вот эти вот все, те, которые это и Трампа сливают просто со скоростью звука. Мы всегда говорили о том, что когда Трамп был избран, ему противостояли не только демократы. Ему противостояла определенная группа республиканцев, которые ни хреново себя чувствовали за наши деньги, сидя там в Вашингтоне, распиливая бюджет. Среди республиканцев встречаются такие же подонки, как и большинство демократов в Вашингтоне. К сожалению, встречаются. Нет, это даже хуже. А некоторые хуже. Так что говорить не будем. Поэтому каждый раз вот такая ситуация экстремальная, она показывает, кто есть кто. Естественно. Опять же, мы сейчас возвращаемся из экстрима. Мы, к сожалению, перетекаем в обычное русло. Вот еще по поводу республиканцев. Конечно. По поводу республиканцев. Давай, давай. Это моя любимая тема. Статья, которая, к сожалению, наверное, не появится нигде в средствах массовой информации, потому что... А, да, кстати, Байден заявил, что актом номер один, который он сделает, это он наведет порядок в Биг Тек, чтобы исключить возможность распространения мисинформации. То есть, не дай бог, если этот поц войдет в Белый дом, то, скажем, какое-то такое-то замечание по поводу его сыночка, там, в Украине или в Китае, по поводу его похождения, по поводу его выхода с малолетками, не дай бог, это все будет считаться мисинформацией. И хорошо, если нас в тюрьму за это не будут бросать. Ну да. Это еще хорошо. А то, что будет это все вычищаться и создавать некий образ такой, блядь, святого Байдена. Так оно и будет. Так оно и будет. А ты считаешь, что кто-то посмеет даже подумать о том, чтобы что-то написать? Так, будем говорить так, из официальных источников. Из официальных нет, все, забудь про официального. Абсолютно. А то, что мы напишем, кого это интересно, ну так нас отправят в рецепии банк. Да, да. Будешь в бане сидеть. История. Губернатор штата Джорджия Кэмп и губернатор Калифорнии Ньюсом были куплены коммунистами Китая в схемах откатов от отмывания денег. Ну и источник, сейчас расскажу. Да, да, да. Мы с тобой про это говорили. Про нашего губернатора, который на пару, губернатор Потскер с Диком на пару закупили в Китае хрень всякую, на огромную сумму. Масок. Правильно. То есть, на 70 миллиардов долларов. Вот теперь слушай. Губернатор штата Джорджия. Так, в июле этого года Neutral News сообщала, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом был пойман на переводе полмиллиарда долларов коммунистическому Китаю в рамках масштабной схемы отмывания денег в масках. О! Еще в апреле даже основные СМИ задавались вопросом, чем занимается Ньюсом, когда выяснилось, что он перевел полмиллиарда долларов компании электромобилей в Китае, чтобы предположительно купить маски N95 от коронавируса у Хань-Ковид-19. Ну да. Это решение никогда не голосовалось и не было одобрено законодателями. И когда Ньюсом настаивал на деталях сделки, он отказался. Ну, когда ему задавали вопрос, он отказался их раскрыть. Имейте в виду, что эти полмиллиарда долларов были лишь первым из двух взносов в размере полного миллиарда долларов, которые были отправлены Китаю для якобы закупок масок для калифорнийцев. Маски, которые, кстати, так и не поступили. На момент написания этой статьи у китайской компании по-прежнему находятся эти деньги. И, кстати, компания электромобилей BYD все еще есть эти деньги. Она еще не прислала ни одной единственной маски. Столько времени прошло, миллиард отправили масок, никто не видел. Теперь же появляется информация, которая сногсшибательно указывает на то, что губернатор Джорджи Кемп, республиканец Фрикин, может быть замешан в точно такой же схеме. Эти государственные чиновники отправляют огромные суммы денег в Китай под прикрытием покупки материалов для коронавируса. А затем Китай отмывает деньги в виде финансовых откатов для членов семьи губернатора или коммерческих структур, которые они крешуют. Это именно то, что сейчас утверждает поверенный Лин Вуд, адвокат, которого ты хорошо знаешь. И описывает шокирующую картину проникновения коммунистов в Китае, коррупцию губернаторов США и так далее. Послушайте, там есть записи, Лин Вуд говорит. Я считаю, что Брайан Кемп коррумпирован, и я думаю, что он был испорчен китайскими деньгами. И я не думаю, что он хочет отмены этих выборов и опубликования реальных результатов, потому что тогда Брайан Кемп столкнется с генеральным прокурором администрации Трампа. А Брайан Кемп и Брайан Кемп окажутся в тюрьме. Это так просто. Он продался. Теперь он пытается спрятаться, чтобы попытаться подтвердить эти выборы, даже если они незаконны. Потому что если они признаны недействительными, то тогда Брайан Кемп может оказаться в тюрьме. Брайан Кемп, как и многие другие люди из Джорджии, попали в беду, включая госсекретаря. Кроме того, я адвокат по дефамации. Это все Лин Вуд. Я публично заявил, что Брайан Кемп и Рафин Спергер коррумпированные брали деньги у китайцев по сделке с ковид и по сделке по голосованию в Доминин. Бьюсь об заклад, что Брайан Кемп не подаст на меня в суд за клевету, потому что он знает, что если бы он это сделал, он пошел бы в суд, и я бы сделал открытие. Я докажу, что он сделал это и что это правда. А тогда у меня вопрос. Почему таким двум величайшим умам, как Лин Вуд и Сидни Пауэлл, не собраться вместе? Ведь Сидни Пауэлл говорила абсолютно то же самое, давала интервью Ньюзмэкс. Говорила абсолютно то же самое про Кемпа, про генерального прокурора. Почему не собраться? Во-первых, каждый из них занимается отдельно. У Сидни Пауэлл, она, насколько я понимаю, занимается доминин, собирает экспертные показания и так далее. А Лин Вуд занимается вот этой махиньки. Именно китайским направлением. Да, то есть каждый занимается... Если бы они соединились вместе, представляешь, таких два фронта. Каждый делает свое дело. Поэтому помнишь этот скандал, что вот-вот компания Трампа уволила Сидни Пауэлл. Она что, она в своем заявлении сказала, что, во-первых, я никогда не работала на компанию Трампа. Я никогда не получала денег, не подписывала контрактов. И она занимается... Но, Сережа, меня это... Говорите, вот мое личное чувство. Меня это очень серьезно насторожило. Почему? Именно объясню. Почему они, компания, легальная команда Трампа, так быстренько решила откреститься от участия Сидни Пауэлл? Правильно. Она не работала на Трампа. Она не получает на него денег. Но почему это было так важно? Легальной компании Трампа... Есть на это причине. Ты понимаешь, то, что пытается доказать Сидни Пауэлл, это довольно сложно сделать. Окей. И я думаю, что если вдруг ей не удастся, если вдруг ее доводы не будут приняты в суде, то это не будет, так сказать, опровержение компании Трампа. Это будет, как бы, отказ в материалах, в иске, которые готовила исключительно этот адвокат, не имея ничего общего с компанией Трампа. Она готовит не только Доминин. Нет, ну сейчас... Доминин, это ее просто одно из направлений. Она точно так же собирает эфидевиты, вот так же, как делает... Ну, ты вот, с одной стороны, ты говоришь, как бы им объединиться, с другой стороны... Нет, наоборот, я вот это говорю... Ну, я только высказал свое предположение, почему они дистанцировались с ними. Потому что они мне не понравилось, я тебе это говорю честно, мне не понравилось, что они как-то очень быстро от нее открестились. То есть, вопрос у меня стоит, почему? Если на сегодняшний день пока что, к сожалению, легальная команда Трампа не очень серьезно выигрывает какие-либо дела. Пока что они... Вот, как пишут в комментариях наши из Израиля слушатели, зрители, Петр, кстати, Валевский пишет, Сидни Павел, у Сидни Павел будет длинный судебный процесс, может быть, даже на годы, а Трампу нужен результат до 14 декаря, поэтому они обозначили себя как отдельная команда с самого начала. В общем, есть какие-то тактические соображения, почему они это сделали? Мне это не нравится, вот эти тактические. Мне не нравится, почему? Потому что они очень быстро как-то... То ли они боятся, что она слишком вплотную подойдет к ним. Нет, боятся не этого, боятся... Ты понимаешь, у Трампа стояла задача, не выглядит из него же, если бы он продолжал вести себя так, как он ведет себя обычно, традиционно, и, так сказать, и рядом с ним возникали вот такие обвинения глобальные, пресса бы сделала из него сумасшедшего. Они и так из него делают. Они делают, но, кстати, Трамп себя вел довольно, так сказать, сдержанно все это время. Он вообще молодец, он ушел в туман, и да, слава богу. Потому что пресса, потому что леворагникальное отребье, блядь, пытается сделать из него сумасшедшее и вызвать такое же отношение к нему среди публики. Ну, причем легко это сделать среди вагиноголовых, им даже говорить ничего не надо, они его ненавидят всеми фибрами души, уже потому что он Трамп. У них при этом в слове судороги начинаются. Но есть ведь еще и другие, которые, так сказать, более сдержанные, у которых еще не до конца потерян рассудок, который не одел богину на голову, который еще не в состоянии соображать. И вот эту картину, которую бы они представили, это было бы решающим. Но, ты понимаешь, выборы это прошли. Да, выборы-то прошли, это прошли выборы, но результатов-то еще нет. Вот смотри, в Пенсильвании, если верить тому, что написано, остановили сертификацию. И вообще, вот чем закончилось, я не знаю, закончили слушание или нет, но последнее то, что я слышал, речь идет о том, что поскольку Верховный суд, поскольку губернатор, поскольку комиссионер, поскольку секретарь Овстейд нарушили закон, потому что единственное, кто может издавать законы, касающиеся выборов, это законодатели. Поскольку они нарушили закон, то законодатели вправе инструктировать своих выборщиков в соответствии с Конституцией, то есть отправить свою делегацию. То есть, эту делегацию, которая не признает сертификацию. Совершенно верно. Да, ну вот на это мы и рассчитываем, потому что если он получит 270 голосов, ты понимаешь, да? Ну, как говорят, и даже сертификация, это еще не все. Даже вот, даже если вот они уже, в некоторых штатах уже прошла сертификация, это, говорит, серьезный шаг, но он еще в Неваде. По-моему, они за сертифицировали, но тем не менее, тоже судья принял к рассмотрению жалобы республиканцев. Ну, посмотри, пока что получается так, что все окружные суда, суды выбрасывают. Это для нас не новость. Да, потом мы идем в апелляционный суд. Апелляционные суды, в которых сидят то же самое Требья. Вот. Пойдет то же самое. Как попасть? Дальше пойдет Верховный суд. Как? И мы знаем, что Верховный суд предписал там каждому суде определенные штаты, с которыми они будут заниматься. И в четырех из шести штатов будут Алита, Кавана и так далее. То есть, посмотрим, посмотрим. Наши, не наши, а конституционщики. То есть, я не знаю, никто не знает, какое решение они примут. Но, во всяком случае, Алита в свое время написал, отдал приказ отделить все бюллетени. То есть, это о чем-то говорит, потому что судья Верховного суда... Проблема только в том, что, опять же, если верить людям, которые близки в этих кругах, то после того, что он дал вот это указание, все равно... Они продолжали делать. Они продолжали и смешали это все в одну кучу. А вот теперь как это разбирать? Значит, тогда будут проводить... Если судья примет решение, проведут форенсик. Ну, вот это вот. То есть, нам без этого никуда не попасть. Вот в пятницу началось услышание. Судья принял к рассмотрению и сказал, что никакой сертификации пока я не рассмотрел. Ну, дай бог. Так, значит, еще немножко Кэмп. Другие независимые СМИ также сообщают, что администрация Трампа через НБА располагает доказательствами финансовых транзакций, которые показывают, что Кэмп и Рафенспергер берут взятки у коммунистического Китая. Трамп ждал, пока Кэмп и Рафенспергер завершат преступление удостоверение результатов голосования в Джорджии, прежде чем выступить против них за преступное мошенничество и коррупцию. Сейчас мы слышим, что коммунистический Китай запустил сеть финансовых откатов и взяток нескольким губернаторам и государственным чиновникам по всей Америке, включая Калифорнию и Джорджию. Вскоре последуют и многие другие штаты. В каждом случае губернаторы и государственные чиновники переводили огромные суммы денег китайским подставным компаниям за поставки COVID, которые либо никогда не доставлялись, либо поставлялись в виде недорогих и некачественных товаров, даже не приближающихся к заявленной стоимости. Часть дополнительных средств было возвращено членам семьи, специальными бизнес-структурами, связанными с государственными чиновниками. Ну, она такая тупая, тупая такая, как всегда. Оно тупое, но ты понимаешь, насколько оно наглое? То есть абсолютно без любой задней мысли напролом ребята движутся в сторону Китая. То есть даже не задумываясь. Как ты думаешь? Вот я даже не знаю. Ну, то, что там оторваны и отмороженные демократы, понятно, им хоть Китай, хоть что. Какая разница? Деньги. Да, но вот те, кто называют себя, так сказать, людьми, некоторые даже республиканцами, но при этом они каждого персонального политика рассматривают в отдельности, независимо от партийной принадлежности. Вот эти люди вообще понимают, в какую пропасть они толкают, так сказать, толкают нашу страну, когда они выискивают всевозможные негативные материалы, которые с удовольствием размещают в Facebook. А ты мне скажи, эти люди понимают одну вещь, что я прошу прощения за простой советский язык, но этим легче, я имею в виду вот демократам, там, которые вверху, им легче, прошу прощения, испражняться, чем всем остальным. Потому что что-то произойдет, у них денег, туча, а вот те, которые сидят здесь, вот в этом же, как говорится, социуме, вот они куда денутся? Или они опять же считают, что их это не коснется? Ну, кто-нибудь там будет... Вся публика в дерьме, а я в белом фраке? Ну да, кто-то будет потихонечку там, как в Советском Союзе, зубные техники, коронки клепать на домах, втихаря. Дай бог, Сережа, ты коснулся плохой темы, потому что моя мачеха, покойная, земля и пухов, она была зубным врачом на золоте в Советском Союзе. И я ездил между ней и техниками, и возил вот эту всю байду. Кто-то так думает, что он потихонечку себе там в подвале будет клепать коронки, кто-то думает, что он пристроится, я не знаю, адвокатам, ну, адвокатам, я не знаю, но адвокаты всегда, так сказать, в этой стране тихомерно. Вообще с адвокатами интересно, это отдельная тема, я сейчас не буду говорить. Я хотел бы задать вопрос, конечно, нашим радиослушателям, какому адвокату вы больше доверяете? Тому, кто сидит там в судах, пропадает и копается в документах, или который 12 часов в сутки проводит в Фейсбуке, выискивая всякие материалы, порочащие президента Соединенных Штатов. Вот без упоминания имен, фамилий, вот просто так. Кому вы доверяете больше? Потому что мне такие адвокаты напоминают строителей, которые вот дороги строят. Ты видел сейчас везде, в Баффало-Гроб все три рыбы. Нахватали объектов, как сучка блог. Да стрелял бы, вот честно. Нахватали объектов, как сучка блог, потому что ограниченное количество компаний, которые связаны с политиками, которые их доят. Нахватали объектов, потом здесь немножко поработают, потом переедут, тут немножко поработают. Так если бы эти подонки переезжали, они же закрывают сразу пять улиц подряд, и потом что? Нет, 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 все правильно. Улицы-то они закрыли, но они поработают немножко. Три человека приедут, здесь поработают, но потом через два дня переедут в другое место, а здесь стоит, здесь техника стоит, все стоит. Мы за нее платим. Эта техника хренову тучу денег стоит, там экскалаторы огромные, все, и они стоят неделями, потому что они вот в другой точке, там где-то на другом объекте. Называется по-украински, я кнезгим, то хочешь по надкусу. Вот сапфоны надкусим. Вот это то, о чем я хотел сказать. Так, сейчас мы прервемся. Я вижу, что у нас все линии горят. Друзья мои, сразу после короткой рекламной паузы обязательно примем ваши звонки и выслушаем все ваши пожелания, советы и вопросы. Возвращаемся в программу Народная трибуна и принимаем, я обещал принять звонки по мере поступления. Вот первый дозвонившийся сразу сходу. Добрый день. Во-первых, огромное спасибо за передачу. Во-вторых, такое два утверждения, так как у нас свободный микрофон, открытая трибуна. Мне кажется, ну нельзя обвинять американских строителей. Это же не Россия, тут абсолютно честные люди. Никогда копейки не возьмут. И второе, по поводу Лукашенко вы упомянули в начале. Но мне кажется, он должен завидовать американским выборам. Смотрите, в городе Вашингтон 99% проголосовало, 93% за Байдена, а Лукашенко там вроде 80% только себе написал. То есть ему еще есть на кого равняться. Так что давайте смотреть на себя, а не на Лукашенко. Я все, вы абсолютно правы. Я на самом деле просто привел цитату из выступления сенатора Пенсильвании, который во время слушаний упомянул Лукашенко. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вот когда Трамп избрался, он, ну как бы не обещал, он так сказать, у него в планах было создать информационный нетверк, подобный СНН, но только правдивый, не лживый, не фейковый. И вот или ему не удалось, или, как говорится, не хватило времени, потому что он боролся со всеми врагами. Варвара, давайте уже как-то... У меня вопрос. Как вы считаете, удастся ли ему теперь это сделать? Это первое. Еще второе. Я слышала, что с первого января Марк Левин уходит из Фейсбука. Да, уходит из Фейсбука. Ну и что? У него Левин ТВ. Зачем он нужен Фейсбуке? Зачем у него есть шоу на Факс Ньюс, самое популярное по воскресеньям и так далее. А что касается создать, не создать, я не думаю, что Трамп будет чего-то создавать, потому что у него совершенно другой бизнес, другой профиль. Это, во-первых. Во-вторых, ему предложили уже там 100 миллионов долларов на, по-моему, если я не ошибаюсь, на этом, на хулу создавать какие-то... Шоу. Шоу, да. Так что... Не думаю, что он будет что-то создавать. Я тоже не думаю. Ему это не нужно. Добрый день. Алло. Да. Здравствуйте. У меня очень хорошая новость. Это Брекин Ньюс. Трамп помиловал бывшего советника по национальной безопасности Майкл Клина. Всех поздравляю и с темой у себя поздравляю. Спасибо. Это хороший подарок на Сент-Гивен. Спасибо. И еще, после того, как закончится ваша передача, я очень советую получить еще один подарок. На Ютубе будет выступать на программе закон и порядок в США Рейчел Цибербан. Это будет, на самом деле, замечательный подарок к Сент-Гивен. Спасибо. Спасибо большое. И вам спасибо. Это самое-самое наилучшее. Спасибо. Вам взаимно. Спасибо большое. По поводу Флина. Я не знаю, или это самое оптимальное решение Пардон. Он побоялся. Он побоялся, что это дело затянется. Потянется. И потом его опять вернут. Хотя в противном случае, если бы все-таки не обамовский судья Салаван, который выступил в роли прокурора нынче, они должны были его, так сказать, драпнуть этот кейс, и тогда бы у Флина была возможность. Человека разорили. Эти ублюдки из ФБР разорили трехзвездного генерала, который всю жизнь свою посвятил служению этой стране. Ну, ты знаешь, что хорошо? Тем, что он ему дал Пардон, это значит, что у Флина нет никаких обязательств не писать мемуары, не давать интервью. Это понятно. То есть он, дай Бог, он отобьет эти деньги вот этим... Но с другой стороны, они лишили его возможности потребовать компенсацию за то, что... Абсолютно. Вообще, удивительная вещь. Удивительная вещь. Воровка. Человек, из-за которой погибли Стивенс, амбассадор, посол в Бенгазе. И эта воровка, которая получше собрала миллиарды долларов в свой фонд, потому что торговала интересами Соединенных Штатов, эта воровка претендует на должность министра обороны. Мало того, что во время пребывания ее на должности министра иностранных дел 6 миллиардов долларов куда-то испарились, найти не могут по сей день. Ну, просто исчезли. Просто, ну, это такая мелочь, 6 миллиардов долларов денег, которые отобрали у налогоплательщиков и выделили им для каких-то целей. И вот они куда-то потерялись. Ну, вот мелочь такая в кармане. Ну, потерялись, но выпали, покатились. А, ну, другое дело. И вот эта воровка претендует сейчас в администрации Ланчбакет Джо занять место пост министра обороны. Вот где развернется. Вот падла-то продаст армию. Мне сразу вспоминается развал Советского Союза, когда вояки, которые при делах были, как они растаскивали советскую армию, как они продавали подводные лодки, корабли, самолеты, все, что можно. Вот представляешь, эту тварь допустят до Министерства обороны. Да, конечно, до кормушки. А ты мне скажи, а тебя не беспокоит факт того, что Джан Керри станет, на секундочку, послом, спецом по этому... Глобальному потеплению. Глобальному потеплению. Человек, чей Степсан замешан вместе с Байдена сыном в китайских полутора миллиардах денег станет спецом по глобальному потеплению и абсолютно нормально будет себя чувствовать в администрации президента. Вводится специальная должность на уровне министра. Да. У меня трещит голова от всего этого, от этих перспектив. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А вы знаете, там других и нет в этой партии, по крайней мере, в верхушке партии. Там все мерзавцы и подлецы, все воры и коррупционеры. Нет там других и не будет там других. Поэтому у нас как бы удивляться уже нечему. А вот мне кажется вообще, что на самом деле Байден это как бы, ну так, генерал. Свадебный. Свадебный, да. Потому что вообще-то говоря, это будет третий срок Обамы. Обама руководил всей этой операцией секретной, или не совсем секретной, потому что он руководил дип-стейтом, они все это и сделали. И это, в общем-то, смычка ислама и социалистов. То есть, ислама-фашизм. Даже не социалистов, на самом деле это фашизм. Потому что никто еще не отменял как бы право на собственность. Так что вот так. Спасибо. Спасибо. В общем, перспективка вырисовывается довольно интересная. Вот тут наш общий знакомый выразил телячий восторг по поводу назначения министром иностранных дел господина Блинкина. А вот что пишет по поводу Блинкина Макс Лурия. Историческая миссия Байдена, похоже, состоит в том, чтобы освежить в памяти, что евреи в США бывают правильные, как у него в администрации, и неправильные, как в администрации Трампа. Если неправильные евреи переносят посольство США в Иерусалим, признают голланы израильскими и выходят из ЮНЕСКО и Совета ООН по правам человека в знак солидарности с еврейским государством, то евреи правильные, любят палестинцев, обещают быстренько реанимировать ядерную сделку с Ираном и вернуть США обратно в международные организации, демонизирующие Израиль. Роль глав правильного еврея в администрации Байдена похоже отведена 58-летнему Тони Блинкину, женатому на католичке ирландского происхождения. Глав прав еврей, прошедший школу Обама, уже успел сообщить, что приложит все усилия, чтобы восстановить историческую справедливость по отношению к палестинскому народу, реанимировать сделку с Ираном, которая, по его мнению, полезна в первую очередь для безопасности Израиля. Вот так, ни больше, ни меньше. А также вернуть США в международные организации. То есть, тот самый Тони Блинкин, по советам которого Барак Хусейнович Обама поджег весь Ближний Восток. Это тебе и Ливия, это тебе Сирия, это тебе Ирак, это тебе Ирак, из которого он вывел войска и, по сути дела, ИГИЛ, который не со усилиями Барака Хусейновича Обама при подсказке Тони Блинкина был создан ИГИЛ. И, кстати, оружие, которое они подправляли через Бенгазу, что в Бенгазе произошло? Как рассказывает Хилари Клинтон и это бывшая Райс, что это была спонтанная манифестация, потому что какой-то, черт там, 15-минутный фильм про Мухаммеда сделал, и поэтому тут вспыхнуло, все вспыхнуло. То есть, эти люди держат публику за идиотов. Ну, идиотов, к сожалению, хватает. Идиотов хватает даже среди русскоговорящих, которые все это дерьмо хавают, одев вагину на голову, и нормально себя чувствуют. Так вот, из-за чего это все произошло? Потому что Клинтон, кстати, вместе с республиканцем Маккейном, который был по уши в этом дерьме, отправляли оружие исламистам на Ближний Восток. И потом пытались замести следы. И расследование, которое проводил ФБР, это было не расследование, это было сокрытие преступления. А следующий директор ФБР скрывал преступление, которое совершил предыдущий директор ФБР. И самое интересное, то, самое обидное, то, что следующий директор ФБР, если его даже назначат, он будет делать то же самое, что делали все предыдущие директора ФБР. То есть, Мюллер, Мюллер, Рей, Коми, Маккей, Коми, да. В общем, вот, так сказать, я не знаю по поводу назначения Блинкина, почему наш общезнакомый выразил такой телячий восторг на страницах Фейсбука, что, потому что Блинкин рассказал историю, как его отчим спасся во время, вернее, негр-танкист спас его во время Холокоста. Он рассказал ту историю? Да. И поэтому, так сказать, растрогало душу либерального. В общем, вот такие назначения. Ну, там целый ряд назначений. А человек, который должен возглавить ДИЧС, да, это вообще Алекхандро. Это вообще просто этот майор. То есть, и негодяй Обама дает интервью, и в интервью он говорит, что Алекхандро должен исправить все те ошибки Трампа, которые держал людей в клетках из-за своих амбиций. Ты представляешь, до какой нужно дойти степени маразма или цинизма, чтобы обвинить Трампа в том, что он держал людей в клетках. То есть, это те клетки, которые Обама построил. Ну, естественно. Это те клетки, которые построил Обама, а вот в соцсетях наши с тобой общие знакомые, один юрист, другой продавец рекламы, они смело заявляют, что Трамп создал концлагеря. Меня от этого начинает тошнить, честное слово, когда человек с русскими корнями, приехавший из Советского Союза, начинает говорить, что президент Трамп создал концлагеря, потом находит какую-то демагогию, выкрутится из этой ситуации, как будто он не знает, причем он пишет на русском, в соцсетях, русские читают, как будто он не понимает, какую ассоциацию, какое восприятие у нормального человека вызывает слово концлагерь. Он говорит, да, это не тот концлагерь, это не лагерь смерти. Я вообще не понимаю, вот я до сих пор читаю литературу или смотрю фильм, связанный с тридцатыми годами, мне тяжело дышать. Вот понимаешь, у меня такое состояние, что я под водой нахожусь. Я не могу, мне действительно тяжело дышать. Эти нет. Они говорят, что Трамп создает концлагеря на границе, и они же сравнивают Трампа со Сталиным. Я говорю, а, он назвал Трампа отцом народов. Я его спросил, подожди, кого ты имеешь в виду? Он, ну не Сталина же. Я говорю, так ты что, сравниваешь Трампа со Сталиным? Сто процентов. Я не знаю, как в твоей семье. Это тут же дело не в семье. Тут дело в абсолютном, абсолютной подмене понятий. Понимаешь? То есть люди оперируют тем, что другие скажут, ну, наверное, да, где-то так. Но абсолютный идиотизм, но это все выходит из того, что вот эти же люди, они ведь происходят из республики, которую практически уничтожили. Просто уничтожили. Давай примем звонки, может быть. Ну, давай попробуем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Следующий, говорите, пожалуйста. Добрый день, Анатолий Сергей. Вы правы, что вы говорите подмена понятий, но это тоже не что-то новое. Все марксисты, если вы помните, вы знаете, как это, да, землю рабочим, землю крестьянам, это рабочим, да, это нормально, а все по книге марксистов, все делают абсолютно используя об этом новые технологии. Но это подонок, который даже не хочу называть О, да, который абсолютно в прямом эфире говорил, как шутка, а что, у нас нету Невису с морских котиков, да, чтобы выговорить. Существующего президента, боже мой, это какое кощунство, это вообще невиданное кощунство, чтобы такие шутки, ну это же не шутки, на самом деле, это наверняка надо быть настолько уверенным вообще в своей безнаказанности, что существующего президента они запросто отступают из Белого дома, это раз. да, 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 причем самое интересное то, что они еще говорят, что Трамп никогда не уйдет из Белого дома, даже если он оттуда выйдет, он все равно его призрак будет ходить по Белому дому. А что делает вот этот негодяй Обама, который так никогда и не выехал из Белого дома? Да, да, понимаете, вот и все, так о чем мы говорим? Я хочу, чтобы их преследовал, это же следует до конца дней, призрак их преследовал, да, но они найдут свое, в любом случае они найдут не на этой земле, значит, на том, они найдут это. Ну, еще одно я бы хотела сказать, что посмотрите на этих, на наших евреев, Боже мой, как мне стыдно, какой позор, что вот произошло во Флориде, я думаю, что вы знаете, да, мы в пятницу об этом будем очень подробно говорить, потому что мимо этого проходить нельзя, это уже ужасно. Это невозможно, ну просто невозможно, ну как-то так. Послушайте, если могут сравнивать Трампа со Сталином, сто процентов, если можно говорить, что Трамп делает концлагеря на границе с Мексикой, значит, можно сравнивать негодяя, наркомана, уголовника с шестью миллионами евреев, погибших в печах. Почему нет? Все, все тогда возможно. Все эти Аманхур, Аманхур, CNN, так далее, они все не евреи, но это конкретно евреи, которые открыли колохоз к музеям, экспозицию. Я специально пригласил Лену Пригову, она большой материал там написала в фейсбуке, я специально ее пригласил, потому что, чтобы об этом поговорить. Спасибо большое, Светлана. Да, да, пожалуйста. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы затронули много тем, к сожалению, мало времени. Во-первых, Блинкин приблизительно такой же еврей, как Сэндерс, у них общая история, общие семейные дела, так далее, общие внуки, евреи и так далее. Не будем касаться этого. Второй вопрос. Людей, которые говорили правду во все времена и предупреждавших народы, народы, свои народы о грядущих потрясениях, этих людей всегда ненавидели. Их ненавидели и люди, и правители, и пытались распилить, если была такая возможность, просто распилить на части. То есть, о ком мы говорим? Мы говорим о пророках. Я не говорю, что Трамп пророк, и не всегда то, что он говорил, может быть довольно цензурно и, скажем, доступно к пониманию нормального человека, но он, в общем-то, говорил о вещах, которые могут надолго остаться в памяти и в душах людей и будут влиять на каким-то образом, я думаю, на дальнейшее развитие этой страны, независимо, будет ли он там или нет. Он, конечно, не стопроцентно, нельзя сказать, что человек абсолютно таких правильных нравовесей, такое остальное. То есть, далек от понятия святой, безусловно. То есть, абсолютно нормальный человек. Обычный земной человек. Но который любит эту страну и понимает, что происходит вокруг этой страны и видит, как ее продают подонки. Да. Если еще я могу одну секунду рассказать вам шутку, для того, чтобы разбавить праздничное настроение. Вот такая шутка. Значит, 10 лет назад, во время встречи с российской делегацией, Байден был заражен препаратом замедленного действия, поражающим нервную систему. препарат назывался препарат под названием дурачок. А теперь он начинает действовать. Спасибо. 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 Всего доброго. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Не говорите. Вас не слышно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я хотел вам что-то сказать. И что вы хотели нам сказать? Я хочу вам сказать одну вещь. Вы все время говорите про Байдена, а почему вы не говорите про Обаму? Это все Обама сделал. Он все знал, когда Байден здесь занимался на Украине. Знал. И это большой человек, который пишется в письме. Я считаю, что это пишется про него. что он виноват во всем. Что он знает, поэтому он подогревал эту компанию, чтобы Трамп не было, потому что Трамп бы коснулся бы дальше. Вы абсолютно правы. Конечно же, с мозгами, или, так сказать, с ментальными, или с интеллектуальными возможностями Байдена то, что происходит, как-то никак не вяжется. Безусловно, за этим стоит более изощренный, еще более ненавидящий эту страну человек, чем Байден. Байден это такой полумаразматик, вот такой, ну, Джо, ну, вы же знаете, ну, это же, что вы хотите. Да. Так что, конечно, за этим стоит Обама. Конечно, не зря он создал эту организацию резистентом, 30 тысяч человек, такое теневое правительство, и все на протяжении вот этих четырех лет правления Трампа, чем они занимались, это пытались. Ну ладно, добрый день, вы в эфире. Добрый день, раз пошло такое дело, режь последний огурец, еще одна шутка про Байдена. Так как за него проголосовали мертвые души, то надо скорее послать его навстречу с его избирателем. Была такая шутка, да. Добрый день, грустная шутка, добрый день, вы в эфире. Несколько минут тому назад вы перечислили все то, что нас ожидает при новом руководстве. Этому уже дано даже название «Возвращение к нормальности». Спасибо. Спасибо. Да. Итак, Сереж, может, мы поздравим народ, да, потому что остается буквально две минутки. Да. Давай мы прекратим это несчастье, вот это все, которое должно сегодня закончиться, потому что завтра у нас день благодарения. Поэтому, дорогие друзья, я вот лично от себя, Сережа скажет сам за себя, а я лично от себя говорю вам, ребята, поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам, ну, желаю вам просто весело и провести его в семье, получить удовольствие от общения с вашими близкими, вкусненько покушать. Не обращайте внимания хотя бы в праздники на всю эту галиматью. И я думаю, что все у нас будет в порядке. И, ну, удачи вам, удачи и спасибо вам за все. Благодарю вас. И поскольку это день благодарения, я хочу поблагодарить, во-первых, судьбу за то, что она позволила мне очутиться на этой чудесной земле, позволила делать то, что я люблю делать. Я благодарю всех, кто на протяжении этих уже 17 лет остается с нами. Это и спонсоры бизнеса, которые нас поддерживали на протяжении этих лет. И, конечно же, наши лояльные радиослушатели, и теперь, ну, то есть у нас был круг такой, здесь местная, локальная станция, а теперь у нас наши лояльные слушатели по всему миру. Интернационал. Да. Благодарю всех вас. Благодарю вас за то, что в трудную минуту вы поддержали нас, потому что это все было... Я не успел сказать, что они сделали. Ну, ладно, бог с ним, об этом потом, в другой раз. Я благодарю вас от всей души искренне и низкий поклон вам за то, что вы нас поддержали, за то, что вы по-прежнему остаетесь с нами, несмотря на порой мои резкие выражения, которые вообще не предназначены... Из песни слов не выбросить. Спасибо вам огромное. Всем-всем-всем. Мира вам и добра. И никогда не теряйте надежды и не опускайте руки. Даже в самом скверном исходе этого, всего, что происходит, жизнь на этом не останавливается. И мы все равно будем делать все, чтобы сохранить эту страну, чтобы она оставалась той страной, в которую мы мечтали ехать и в которую мы приехали. К сожалению, чуть темные силы пытаются ее изменить и превратить в ту страну, из которой многим из нас довелось убежать. Спасибо вам огромное всем. Будьте счастливы, будьте здоровы. Happy Thanksgiving. Субтитры создавал DimaTorzok